Это история Леонида Млечина, для тех, кому небезразлична наше прошлое. Полуторамесячные бои в Нагорном Карабахе многие военные специалисты называют революцией в военном деле. Революция это никого не радует, потому что военные специалисты предупреждают о возможности новых войн, локальных, как в Нагорном Карабахе, и более серьезных, и может быть даже мировых. Обратите внимание, профессиональная пресса полна такими предупреждениями, потому что вспоминают события более чем столетней давности, когда великие державы втянулись в локальный конфликт, началась мировая война. Тогда политики, руководившие крупнейшими государствами, словно соскользнули в войну. Война, которая может принести большие сюрпризы, как когда-то Первая мировая, которая показала новые виды оружия и новые способы уничтожения людей. Что нового в Нагорном Карабахе? Специалисты обращают внимание на невероятную роль, которую сыграли беспилотные летательные аппараты. Я хорошо помню, когда они появились. Это было больше 20 лет назад, когда Югославию раздирали конфликты. И тогда натовцы использовали разведывательные беспилотники для того, чтобы наблюдать за тем, что там происходит. Но на них обратили внимание только специалисты. Беспилотники тогда принадлежали разведывательным ведомствам. Потом стало известно, какие дискуссии шли в Центральном разведывательном управлении Соединенных Штатов, где люди постарше говорили, что зачем нам ими заниматься, опасная штука. А что, если попадет к врагу? На что более молодые отвечали, попадет к врагу? И оператор, который управляет беспилотным аппаратом, отправится домой обедать, потому что в этой войне в плен не попадают. В 2001 году на одном из американских полигонов испытали боевой беспилотник, который получил название «Хищник». Его снабдили противотанковой ракетой. Оператор навел беспилотник на цель. Ракету навели лазерным лучом, и маленький беспилотник уничтожил танк и преспокойно улетел. Вот это произвело впечатление на американских военных. Но на самом деле на протяжении многих лет Соединенные Штаты использовали беспилотники для охоты за террористами, для уничтожения террористов. Ну, конечно, когда ликвидировали Осаму Бен Ладена, который организовал чудовищные теракты 2001 года, то отправили боевую группу на вертолетах, которая высадилась в маленьком пакистанском городе и уничтожила Осаму Бен Ладена. Но это было сделано потому, что Осама Бен Ладен скрывался. Он ни разу не вышел на улицу, и сфотографировать его со спутника было невозможно. И нужно было убедиться в том, что это точно Осама Бен Ладена. Ну, другие террористы себе позволить такого не могут, они должны действовать. И Центральное разведывательное управление научилось ликвидировать их самым простым образом. Разведывательные спутники кружатся где-то в небе, незаметны. А такой летательный аппарат может находиться в воздухе 24 часа. Выслеживают этого террориста, который интересует. Том оператор, который находится на другой стороне земного шара. С помощью современных систем опознавания выясняют, точно ли это тот самый персонаж. А мы теперь знаем, возможности этих систем. В пандемию стало известно, насколько они эффективны и распространены. И отправляют на боевой беспилотник, который уничтожает автомобиль или помещение, в котором находятся террористы. Но другие страны обратили внимание на боевые возможности беспилотников. Это сделал Израиль, соседи которого все время пытаются уничтожить еврейское государство. И как минимум засылают туда террористов. И стал производить боевые беспилотники. И Турция, руководители которой делают ставку на силовые решения проблем. И Азербайджан закупил большое количество этих беспилотников и в Израиле, и в Турции. И пустил их в ход. Причем это явно была продуманная стратегия, осмысленная. Была проанализирована ситуация боевая. Потому что в начале отправили такие тихоходные беспилотники. Там жужжали в небе, вызывая на себя огонь систем противовоздушной обороны армянских систем. Когда те обнаружили себя, появились боевые беспилотники, которые стали уничтожать и системы противовоздушной обороны, и артиллерию, и танки. Точных цифр потерь специалистам неизвестно. Но по подсчетам, судя по съемкам, которые велись, речь идет о сотнях танков, артиллерийских орудий и зенитных установок. И выяснилось, что старое советское оружие или недавнее российское оружие не в состоянии этим беспилотникам противостоять. И с этого явно последуют большие выводы. Потому что, скажем, для российской военной промышленности экспорт зенитных противоракетных установок – это важная очень часть экспорта. И эти установки всегда пользовались большим спросом. Потому что они высокоэффективны в борьбе с авиацией и с ракетами, но не с беспилотниками. Тут, видимо, необходима какая-то революция в противобеспилотном деле. Беспилотники, как считается, помогли, обеспечили успех азербайджанских войск. Это явно сейчас предмет обсуждения не только военными специалистами, которые публикуют свои мнения, но и явно профессиональными военными производителями оружия, явно будут предприняты какие-то большие меры для изменения арсенала. Хотя одни говорят, что все, беспилотники поставили точку в истории танков, потому что танки не в состоянии сопротивляться беспилотникам. Другие говорят, что танки уже много раз хоронили, но они все равно нужны. Тем не менее, появление активного использования беспилотников означает, что страны, не располагающие огромной армией и большими деньгами для создания суперсовременных, невероятно дорогих и сложных систем оружия, легко могут им противостоять, покупают, ну, в общем, сравнительно недорогие беспилотники разведывательные и боевые. Беспилотники, конечно, по стоимости не идут ни в какое сравнение с современной авиацией, супердорогой или с противоракетными системами. Беспилотники могут позволить себе даже не очень богатые страны. Это открывает перед ними возможность решать свои проблемы силовым путем. Поэтому так нарастает угроза военной опасности в мире, который охвачен и так депрессией из-за пандемии, из-за кризиса, охвачен чувством страха, исчезает совершенно система международного сотрудничества, исчезает доверие, которое необходимо. И степень военной опасности нарастает и нарастает. И полуторамесячный конфликт в Нагорном Карабахе подтвердил, как легко может начаться война, и как много неприятных сюрпризов влечет за собой даже небольшое локальное столкновение, которое сейчас анализируется. И мы с вами тоже, конечно же, будем продолжать внимательно следить за военными событиями, и обращаясь к историческому опыту, чтобы понимать, чем все это может закончиться. Ну, чтобы не пропустить, ставьте лайки под этим видео и подписывайтесь на мой канал в YouTube.